Привет, ребята! С вами снова Яна, и сегодня я хочу показать вам последнего из Магикан. Но прежде чем я расскажу вам про этот камень, который мы будем рассматривать и в пинцете, и на руках, и на разных фонах, хочу обратить внимание, вы часто просите показывать камни на белой перчатке, либо на бархатной подушечке в студийном свете, все дела, вот эта прекрасность и так далее и тому подобное. Первое. На руках снимают наши огранщики, даже не мы сами. То есть огранили, сразу же сняли. Там шахта 200 метров до этого места. Но даже если мы выдадим перчатки, вы своей просьбой фактически упрашиваете нас вас начать обманывать. По довольно простой причине. Любая цветная подложка, белая, черная или серая, будет менять цвет камня. Если вы покупаете его для того, чтобы понять, как он будет вести себя на руке, как он будет выглядеть в украшении, вам необходимо оценить, как он себя ведет на руке. Но вернемся к нашему последнему из Магикан. Это полихромный сапфир, который в себе сочетает два основных цвета, синий и зеленый. И последний Магикан, мы его называем не просто так, он относится к той группе сапфиров, которую больше не добывают, таких больше нет. Мы на рынке уже полгода ищем хоть какие-нибудь, но это вот остатки былой роскоши. Когда-то разведана была пара месторождений, которые давали уникальные сапфиры, как раз сине-зеленого полихромного цвета, феерически красивые. У нас такой был, по-моему, даже не один. И мы сделали несколько украшений для любимых клиентов, а потом искусали себе все локти. Потому что все месторождения подобных сапфиров резко иссякли. И вы такой больше в свободной продаже не найдете. Качественный, именно хороший. Разве что кто-то из владельцев решит перепродать какое-то свое украшение. Но если владелец умный, это произойдет тоже не скоро, поскольку камни. Из-за того, что иссякла добыча, резко стали инвестиционными и продолжают расти в цене. Этот, если сравнивать с теми камнями, с теми сапфирами, которые добывали где-то еще пару лет назад, ну, по пятибалльной шкале, моей личной, тянет где-то на 4-4,5. И тем не менее, он все равно потрясающе красивый. И он все равно относится к этой редчайшей группе. И он все равно один из последних на земле. Таких вот, именно, негретых, необработанных, достанных из земли вот такими красавцами. Я надеюсь, он вам понравился. И я радуюсь возможности показать вам что-то, что, возможно, мы еще не скоро увидим. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы такое месторождение заново открыли. Но скатанная губа пока что всего лишь пошлепывает по колени. Будем ждать и надеяться, а пока будем любоваться. Субтитры создавал DimaTorzok